Всем привет. Это видео является частью серии понимания авторских фильмов, основанной на одноименных трехтомниках. В этом видео мы поговорим о Барри Линдоне Стэнли Кубрика. За исключением краткого вступления к фильму, видео состоит из следующих разделов. Позиция рассказчика, широкое использование зума, многофункциональная музыка, пустой кадр и повторяющиеся мотивы. Капитализм, национальное государство, индивидуализм. Итак, начнем. Барри Линдон 75. Барри Линдон Стэнли Кубрика, одна из менее известных работ в его карьере. Барри Линдон, возможно, не так популярен, как «2001. Космическая Одиссея» 1968, привнесшая революционную визуальную реальность в жанр научной фантастики, с широко закрытыми глазами, 1999-й, посмертная работа режиссера, или «Сияние» 1980-й, подчеркивающая загадочную игру Джека Николсона. Однако я считаю Барри Линдона творческой вершиной Кубрика с точки зрения художества. Когда вы посмотрите этот фильм, думаю, вам лучше забыть имя Кубрика и его произведения, ставшие своего рода легендами. Потому что Барри Линдон основан не только на собственных уникальных композиционных принципах, но и потому, что это исключительно эмоциональное произведение для фильмов Кубрика. Более того, темы глубоко раскрыты. Позиция рассказчика. В Барри Линдоне есть так называемый «рассказчик от третьего лица», экстрадегетический рассказчик. Другими словами, рассказчик все знает о событиях, происходящих в сюжетном мире, оставаясь анонимным до конца. Этот рассказчик — британский актер по имени Майкл Хордерн, 1911 года рождения, а ему на момент выхода фильма было 64 года, то есть, на 17 лет старше режиссера. Спокойный, теплый и вместе с тем как-то меланхоличный голос Хордерна смягчает заложенную в тексте повествование сатиру, а также соответствует музыкальному подбору, скорее лиричному, чем комическому, и живописно-красивому образу. Поскольку они так хорошо гармонируют, зрители могут неосознанно отождествить рассказчика с автором фильма. Образ рассказчика, созданный повествованием Барри Линдона, вместе с изображениями и музыкой, очень силен. Текст повествования в первой половине фильма сильно сатирический и соответствует контрасту между антигеройской натурой главного героя Барри и содержанием рассказа, более типичным для приключенческих или плутовских романов. Редмонд Барри, павший ирландский аристократ, обладает определенной смелостью, но не отличается героизмом и является оппортунистом. Он продолжает свои странствия по Европе, объединяясь с другим игроком и аферистом шевалье. У Барри нет никаких убеждений, он просто стремится прожить богатую и безопасную жизнь аристократа, находясь под влиянием обстоятельств. Райан Унил, играющий такого персонажа, не отличается ни красотой, ни бесстрашием. Рассказчик не делает особого акцента на сатиру приключенческих рассказов Барри и не говорит монотонно, а говорит с таким уровнем интонации, который заставляет зрителей чувствовать себя смешно, когда они замечают сатиру в тексте. Барри Линдон был снят спустя 20 лет после того, как Курасава, Брессон и другие опрокинули традиции киномузыки. Неудивительно, что музыка в этом фильме более многофункциональна, чем в классическом голливудском кино. В Барри Линдоне постоянно звучит классическая музыка, настолько, что создается впечатление, что сцен, где музыку нельзя услышать, очень мало. Из 19 пьес, вошедших в фонограмму, кроме двух Шуберта, второе движение, фортепианного трио номер два, и пять немецких танцев номер один, звучат только музыкальные произведения, известные в Европе конца 18 века, где и развивается история. Хотя некоторые музыкальные инструменты сильно изменились из-за аранжировки, подбор музыки создает впечатление, что она призвана идеально воссоздать сюжетный мир фильма, как если бы это был исторический документ. Такая приверженность исторической достоверности кажется странной, если принять во внимание тот факт, что классическая музыка в художественных фильмах 1970-х годов, включая предыдущую работу Кубрика, «Заводной апельсин», использовалась почти без связи с их исторической обстановкой сюжетных миров, Баха в Солярисе, Тарковского, 72, и «Роллербалет» Нормана Джейсона, 75, Бетховена в «Зеленом сайленте», Рихарда Флейшера, 73, и «Зардози», Джона Бурмана, 74, и «Дыр». Во-первых, именно Кубрик сам начал использовать классическую музыку в художественных фильмах, не связанных с исторической обстановкой или темой сюжетного мира, в 2001, «Космическая одиссея». Какое отношение имеет кружавшаяся космическая станция с венским вальсом? Несмотря на кажущийся педантический акцент на исторической достоверности, музыка в Барри Линдоне на самом деле весьма разносторонняя. Некоторые из них, ирландская народная песня «Ирландская женщина», сочиненная Пиодаром Адайрнином, с 1700 года до 69 года, «Марши Великобритании и Пруссии» напоминают исторический фон, то есть рождение национальных государств в новое время, которое может быть упущено из виду аудиторией, сосредоточившей внимание на путешествиях и приключениях главного героя, а также на живописной красоте образов. Этот исторический фон часто упоминается не только в повествовании и репликах персонажей, но и в образах. В частности, это вражда между королевством Великобритании и королевством Франции, семилетняя война, которая заставила Барри покинуть Ирландию и отправиться в Европу, «Война за независимость Америки», упомянутая на его аудиенции у короля Георга III после его женитьбы с леди Линдон, и, наконец, 1789 год, год французской революции, указанный в документе, который она подписывает в последнем эпизоде, в ответ на требования о пенсии от Барри, который уехал на пенсию в Ирландию. В Европе во второй половине 18 века идеи просвещения, способствовавшие буржуазным революциям, распространились по всей Европе, бурно развивалась капиталистическая экономика. Религиозный авторитет пришел в упадок, и правящий класс попытался объединить людей идей нации вместо религии и отвлечь людей от неравенства, которое было далеко от идеалов просвещения. Однако в этом фильме Барри действует исходя из личных чувств, а не национальных идеалов. Это видно из того, что он сразу же подумывал об уходе из армии Великобритании после того, как его близкий друг капитан Гроган был убит на поле боя, и в конце концов воспользовался возможностью сделать это. Быстрая перемена Барри подчеркивается музыкой. В сцене, где капитан Гроган смертельно ранен вражескими войсками, пехота британской армии марширует, играя на барабанах и флейтах британских гренадеров, и один за другим падает под обстрел. Барри, замаскированный под посыльного офицера, избежавший, все еще носит форму британской армии, но еще до того, как на экране появляется прусская армия, громко звучит мелодия их военной песни Марш Гоген Фридберга. То, что Барри не считает себя членом национального государства, парадоксально выражено в сцене, где он пьет с капитаном Потсдорфом, не доверяющим ему. Они поднимают свои стаканы и говорят, за наши две великие нации, пока люди капитана поют Марш Гоген Фридберга. Потсдорф пытается выяснить, не является ли другой человек фальшивкой, но ясно, что Барри не думает о том, что говорит. Маршевые и военные песни в этом фильме используются так, как будто они символизируют бесчеловечность вооруженных сил, действующих под флагом национального государства. Об этом упоминается в повествовании в первой половине фильма, но во второй половине также показано, что негативные последствия военной жизни продолжаются и после окончания войны. Сразу после красивого кадра, сопровождаемого закадровым голосом, рассказывающим о том, что у Барри родился сын от Леди Линдон, следует кадр, где Барри развлекается с проститутками, а офицеры держат чашки для питья и поют британские гренадеры. Если ирландские народные песни, военные песни и марши служат призванию раскрыть историческую подоплеку истории и побудить слушателя к ее интеллектуальному прочтению, то в различные аранжированные музыки Гинделя, Сарабанды, Иссюиты для клавесина номер 4 Шуберта, второе движение фортепианного трио номер 2 и Вивальди, третье движение концерта для виолончели номер 5, напротив, выполняют функцию вызвать симпатию зрителя. Этот эффект типично наблюдается в эпизоде смерти Брэйна, о котором я упоминал ранее, когда говорилось о позиции рассказчика. Помимо напоминания зрителю об историческом контексте, приглашения к интеллектуальному прочтению произведения вместе с повествованием, вызывания сочувствия к трудносочувствуемым героям, музыка выполняет и еще одну функцию. Это эстетическая функция, присущая музыкальному искусству. Вместе с изображениями он создает меланхоличную атмосферу, которую можно охарактеризовать как ощущение мира, полного смирения, но находящего проблеск надежды в красоте искусства. Особенно во второй половине эффект становится заметен, когда она накладывается на живописные кадры с персонажами в центре и остановкой повествования, включающие уменьшение изображения, а также пустые кадры, пейзажные кадры или кадры в помещении, где нет или почти нет людей. Мелодия и ритм, составляющие музыкальной красоты, которые невозможно выразить словами, оказывают сильное влияние на интерпретацию зрителям истории и персонажей. В фильме есть визуальный мотив, изображающий карету, идущую по одной дороге, и он появляется, да и после того, как судьба Барри меняется на протяжении всего фильма. Конные экипажи были самым распространенным средством передвижения в то время, поэтому можно считать, что эти кадры были необходимы для развития истории. Однако в таком случае зрителю было бы легче понять, если бы карету, в которой едут главные герои, снять полными планами, чтобы их было видно из окна, а затем соединить их в дальние планы. Однако в тех частях, где появляются одная дорога и карета, которые я считаю повторяющимися мотивами, монтаж осуществляется по-другому. Следующий кадр составляет отдельную сцену, и на нем наложен закадровое повествование, продолжающее с предыдущей сцены. В предыдущей сцене рассказчик говорит нам, что Барри и Шевалье начали совместный бизнес, чтобы зарабатывать деньги посредством мошенничества, и он процветал. Однако голос рассказчика в этом кадре, в котором сзади появляется карета, запряженная лошадьми, и отъезжает справа от кадра, говорит нам, что они были вынуждены жить нестабильной кочевой жизнью, и их роскошная жизнь в чужих странах была не более чем хрупкая вещь. Музыки нет, только настоящие звуки, не мешающие повествованию. Время года вроде бы весна или лето, но из повествования и изображения непонятно, кто едет в этой карете. Еще более уникально то, что этот кадр расположен ровно в середине фильма, расхождение составляет не более минуты. Кадр конного экипажа, едущего к нам сзади по одной дороге, появляется в фильме еще трижды. Две кареты, появляющиеся во второй и в третий раз, появляются в середине серии эпизодов, и монтаж дает понять, кто в них едет. После свадьбы Барри и Леди Линдон есть супердальний кадр, и дальние кадры двух карет, едущих по дороге. В одной из карет едут молодожены, а в другой, сын Леди и бывшего мужа Булингдон и Ранд, его учитель и пастор живущий вместе с ними. Четвертый и последний кадр дороги и конного экипажа как мотив происходит ближе к концу фильма. Кадр появляется сразу после сцены, где Булингдон, с самого начала выступавший против брака Барри с Леди Линдон, достигает совершеннолетия, и к счастью, выигрывает дуэль с Барри, а последнего отвозят в ближайшую гостиницу, и врач говорит ему, что он ему нужно ампутировать одну ногу. Этот кадр также образует эпизод со следующим кадром, и смонтирован с ним таким образом, чтобы четко показать, кто находится в карете. Дуэль между Барри и его зятем Булингдоном происходит после смерти Брэна, сына Барри и Леди Линдон, незадолго до того, как ему исполнилось 9 лет, после того, как Леди Линдон стала полностью опустошенной, не способной управлять своим имуществом. Итак, мать Барри начинает с этим заниматься одна, ее заменяя. Следовательно, четвертый кадр одной дороги, экипажа должен быть отдален на 10 лет от второго и третьего кадров, упомянутых выше. Однако у второго и четвертого кадров одной дороги и кареты не только одни и те же композиции, и время года, но даже небольшое деревце на заднем плане и небольшая трава, растущая на переднем плане, одинаково. Возможно, это, потому что кадры делались непрерывно, без изменения положения камеры, чтобы снимать эффективно. Это было бы возможно, если бы не упомянутый мною первый кадр, который находится прямо в середине фильма. Если вы сравните второй кадр с первым, действие которого происходит сразу после того, как Барри начинает свои странствия по Европе, вы заметите, что, хотя локации совершенно разные, время года, поворот дороги и направление движения экипажей одинаковые, и даже уровни камер почти одинаковые. У них слишком много общего, чтобы это было совпадением. Барри, главный герой, в первой половине фильма в полной мере испытывает темную сторону капитализма и национального государства. Его отец был убит на дуэли, возникшей из-за покупки нескольких лошадей, а нора, в которую он был влюблен, выходит замуж за хорошо оплачиваемого британского офицера вместо того, чтобы иметь дело со своим бедным кузеном, создавая причину изгнания Барри из его родного города. После того, как грабитель и его сын лишили его денег в лесу, Барри подумывает, чтобы вступить в армию и прославиться в Европе. Но когда он видит реальность поля битвы, где солдаты умирают, как расходный материал, он дезертирует. Армии прусских союзников занимаются грабежом и эксплуатацией. По чистой случайности Барри смог сбежать из британской армии, притворившись посыльным. И что он завоевал доверие капитана Потсдорфа из прусской армии, спасая его жизнь на поле боя после раскрытия его истинной личности. С другой стороны, его изгоняют из родного города, его деньги и товары крадут грабители, а его лучший друг Гроган погибает в бою, и все это из-за законов, которые эффективно управляют их миром, а не из-за невезения. Хотя аристократические обычаи и манеры джентльмена еще сохранены, они все больше устаревают в связи с развитием капитализма. Забавно, но также реально, что капитан-разбойник Финни просит Барри поднять руки вместо того, чтобы приказать ему это сделать, учитывая исторический контекст. В мире, изображенном в этом фильме, деньги и другой капитал подвергаются грабежам и мошенничеству. Тем, чья собственность была разграблена или разграблена, не остается иного выбора, кроме как продать свой труд на благо других. Это обратная сторона того, что экономика называет первоначальным накоплением. За элегантностью и утонченностью аристократии мы можем видеть разложение морали в условиях развития капитализма. Тем временем прусская полиция подозревает ирландца Шевалье, который на самом деле является всего лишь игроком и мошенником в том, что он является иностранным шпионом и заставляет Барри шпионить за ним. Кажется, они требуют от него без всякого капитала, отказаться от своих корней и стать частью их нации. Однако Барри остается верным своим личным чувствам. Впечатленный роскошной жизнью соотечественника Шевалье, Барри доверяет ему все и вместе покидает Пруссию, поклявшись никогда больше не терять свою жизнь как джентльмена. Но по его опыту, эта цель может быть достигнута только путем мошенничества с капиталом, и как это сделала Нора, брака ради выгоды. Черты оппортуниста и сноба Барри на самом деле не являются его первоначальными качествами. Его страсть к Норе чиста, как у наивного юноши, а в сцене дуэли с капитаном Куином мы видим, что у него больше мужества, чем у его противника, которым положено быть героем-ветераном. Однако Барри узнает, что любовь к женщинам и бесстрашие до смерти бесполезны без капитала, поэтому он учится у Шевалье, успешного афериста, как добиться успеха в мире, не полагаясь на физическую силу. С этой точки зрения, первая половина Барри Линдона показывает, как главный герой изучает изнанку капитализма, отвергает искушения национального государства, требующего патриотизма, и становится хитрым индивидуалистом. Вы можете видеть, что в фильме есть элемент темного воспитательного романа. Однако вторая половина фильма показывает, что несмотря на все мирские навыки, которые Барри извлек из своего разнообразного опыта, он бессилен перед лицом судьбы. В целом историю второй половины можно назвать семейной трагедией, но она также кое-где намекает на негативные аспекты капитализма и национального государства, представленные в первой половине.